друзья всем привет вы находитесь на канале автоподбор 25 наш канал о японских автомобилях об авторынке зеленый угол о ценах о комплектациях о том какие японские автомобили продаются у нас в приморском крае и так сегодня будет очень интересное видео она будет касаться битых машин либо битых автомобилей либо так называемых эрок по аукционному листу то есть автомобили которые восстановлены в японии походим по рынку посмотрим попытаемся найти как он бить ее не восстановлена когда продавец его не скрывает а продает его вот пожалуйста биты сами берите восстанавливайте и возьмем какие-нибудь с вами эрки а возьмем обязательно эрки это автомобиль восстановлены в японии и возьмем какой-нибудь автомобиль не эрку а которого нету в статистике то есть его купили битым в японии привезли сюда в россию в приморский край в город владивосток и здесь его восстановили как правило такие автомобили они немного ниже рыночной стоимости и у них идет пробег поменьше кто еще не подписан наш канал обязательно подписывайтесь прямо сейчас не забывайте оставить комментарии не забывайте поставить палец вверх и так погнали смотрим toyota premium премиях в простонародье надежный популярный японский автомобиль 2014 года выпуска комплектации x-package электро табло мультируль ксенон трк камера заднего вида стоимостью 880 тысяч рублей это тоже восстановленный автомобиль в японии на литье туманки зимняя резина лобовое стекло идет родное бесключевой доступ повторители светлый салон я уже знаю что с автомобилем происходит пробег на автомобиле 25000 это уже идет рестайл сзади идут стопики метла автомобиль идет 4 воды 14 год в такой комплектации за 880 тысяч рублей смотрим на аукционный лист ведь и мультируль светлый салончик кнопка старт стоп здесь все под дерево климат-контроль мультимедиа система автоматические стеклоподъемники салончик конечно таким приятные на этих автомобилях приятные с новыми автомобилями не сравнится что мы видим видим оценку r салон cc да ну давайте вернемся к оценке салона cc да где же здесь cc замена переднего левого крыла замена передней левой двери замена задней левой двери замена порога покраска левого заднего крыла то есть двери меняны порог менян крыло меня на открываем капот автомобиль кстати с глонасом открываем капот планка панель кузова целая то есть туда не даст не достала до не достала покраска крыла осмотрим да окрас окрас двери окрас окрас замена то есть идет замена данного факту они еще идут и подкрашены заднее левое крыло окрас присутствует шпакля немного но есть смотрим сверяем все аукционный лист замена порога замена порога то есть где-то должен быть шов но показано то что задняя левая часть всякий случай посмотрим вот здесь где-нибудь здесь видно то что все целое замена дверей видим болты сорваны старые посадочные места здесь здесь стойка центральная в этом в этих местах она целая не крашен вот здесь где-то надо искать где менялся порог не знаю в каком месте менялся это может надолго затянуться вот я думаю где то вот в этом месте знаете пока не вижу так ну вот шов искали искали если честно пока не нашли то есть вот здесь есть один шов до возможно его как-то расшивали смотрели лучше вот здесь немного полезно в общем это нужно заезжать уже на эстакаду на эстакаду и оттуда оттуда внимательно за этим смотреть посмотрим еще багажное отделение на авто в автомобиле привет друг ты не кричи на меня багажное отделение тоже чистенькая аккуратненькая вот здесь швы идут заводские заводские автомобиль идет кстати запаской шов с левой стороны герметик завод с правой стороны завод шов тазики тоже идет заводской так ребят показали вы увидели то что есть битые автомобили восстановлены в японии когда продавец этого не скрывает это toyota премию четырнадцатый год 4 воды с пробегом 25000 25 же да там было за 880 тысяч рублей до 25 тысяч километров пробег на данном автомобиле давайте начнем покажем вам замечательный автомобиль это honda n-box комплектации кастом посмотрите на его внешний вид на переднюю часть автомобиля он на зимней резине на литых дисках этот автомобиль с рисованным аукционным листом то есть он поддельный он не настоящий автомобиль 2015 года ксенон климат-контроль электро двери камера заднего хода кожаный руль антиблокировочная система хорошая комплектация стоимостью 465 тысяч рублей сейчас вам про него все расскажем что с ним происходит на самом деле посмотрите на заднюю часть автомобиля это n-box белые стопори выделяется хромированная решетка спойлер дополнительный стоп-сигнал естественно есть дворник ветер кастом комплектация итак начнем наверное с вами с аукционного места который лежит в бардачке по аукционному листу автомобиль rr указано ну если честно не понять что здесь указано пробег 53000 на автомобиле вот здесь идет какая-то полоска мол ww крашена многие спрашивают да зачем это делают зачем подделывают аукционные листы друзья цена на данный автомобиль 465 тысяч рублей откройте любую статистику и посмотрите сколько будет стоить такой n-box в такой комплектации с пробегом 53000 здесь пробег пробег в автомобиле сто процентов пятьдесят три тысячи и так ну давайте наверное много салона до уделим вниманию салон а японском и японская мультимедиа система климат-контроль здесь такие пластиковые вставки airbag и дополнительное зеркало в стойке встроена тоже окошко что с левой что с правой стороны огромные солнцезащитные козырьки с подсветкой с подсветкой зеркалами подсветка работает переднее сидение идут диваны место в автомобиле просто в вагоне еще какое-то здесь я не знаю втроем можно усеться электростеклоподъемники центральный замок ручки шторки боковые двери идут сдвижные тоже очень удобно салон трансформер вот видите как он трансформируется так либо можно поднять и зафиксировать напоминает чем-то как на фите до шторочка вот такого вот плана коврики постелили чтобы можно было сесть в автомобиль по задней части автомобиля здесь рекламировать место просто не нужно потолок очень высокий просторно ну втроем втроем проблематично будет сзади видите даже из подлокотника для задних пассажиров коленки у меня никуда не упираются такого плана шторочки типа тонировочка идет вот сюда не прячется вот так как можно поднять это тоже очень удобно в спинках вот такие вот идут все четыре кармашки ну и соответственно вот вот такие вот идут крючочки колоночка монтирована здесь здесь такой мини бардачок мини подстаканник с этой стороны идет все тоже самое с левой стороны дверь уже идет электро электро дверь у нас наверное отключена но это не проблема это можно ее конечно включить багажное отделение кстати бесключевой доступ на автомобиль не знаю говорил нет а вот здесь у нас наверное не откроется ну багажное отделение принципе чистенько здесь все у нас идет аккуратно они откроются не откроется не 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 надо не надо открывать не будем открывать также хотелось бы добавить да то что сидушка мало того душного так поднимается я уже показывал фиксируется и еще можно и опрокинуть получается ровного пола у нас здесь не получается на багажник реально у нас увеличивается так вот таким образом таким образом она ставится на место объем двигателя здесь 07 и такие кар есть turbo версии это не трубовая версия масло уровень крышечку надо открутить открутили пробег 53000 двигателях внутри чистенький насколько это все видно и так значит что было с автомобилем у него был чирк по правой стороне вот эти две двери раз два они менины они крашены также идет окрасы крыла заднего права и окрас переднего правого крыла сейчас мы это вам покажем начнем по левой стороне левая сторона вся целая еще раз хочу напомнить да то что целый автомобиль вот столько он стоить не будет с таким пробегом в такой комплектации как минимум как минимум ребятам будет стоить на сотку дороже это как минимум вот здесь вкратце показываем видите да то что левая сторона она вся целенькая вся в родной краске крышка багажника тоже идет целая вот здесь начинается самое интересное то есть начинаем со стойки стойка у нас было который идет вдоль фриши целенькая здесь у нас пошел с вами как раз не надо бояться не надо пугаться тут она там занята как-то не было да это крыло по факту здесь были какие-то глубокие царапины был какой-то чирк ты сарочка в этом месте она подшпаклевана но шпаклевки здесь не так много это все вот это все микроны это там не сантиметры тот 0606 миллиметра двери вот эти я уже сказал их поменяли но их пришлось покрасить то есть по дверям идет косметический окрас двойной срос свой краски в таких случаях когда меняются двери вот когда этом загибает заминает очень важно смотреть на вот тут тоже какие-то царапинки были такие глубокие чтобы несущей часть автомобиля типа там стойки типа стоек порогов все внутри была целая вот крыло тоже крыло тоже идет окрас давайте посмотрим что здесь внутри начнем с этой стойки с этой стойки кстати когда меняются задние крылья вот здесь будет где-нибудь шов либо еще могут расклепать в этих местах все зависит от марки автомобиля от конструкции автомобиля как видите здесь у нас все целое внутренняя часть здесь не задета у нас снова все показать вот видно на то что вот и они скручены сорваны то что их крутили сама за центральная стойка бывает автомобиля приходят до после такого удара меняются пороги то есть могут вырезать вот так как нему да вот здесь вот здесь могут просто вот эту часть поменять да могут налипить все что угодно если честно смотрим центральную стойку веке родной слой краски почему почему опять же подделывают почему это скрывает потому что многие просто разбираться в этом не будут скажет да у тебя там битье двери поменяли там внутри все делано ну по факту посмотрите по факту она реально все целое то есть из глобала у нас идет только заднее крыло право подшпаклевана видите как все отлично он дома не видно будет на камеру но там видно то что долго не тоже сорвано крыло кстати переднее право если видите болт она даже не откручивалась и не менялась пойдемте посмотрим что под капотом завели автомобиль это у нас идет и старение старение и так вот он работает на холодную на холодную вопросов работе двигателя не возникает вообще никаких видов 0707 даже не трясется включили микро дверь проверяем работает работает никуда она не денется а давайте пока он греется немного посмотрим сколько места да здесь автомобиль вот мы все 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 сели туда вдвоем вот чё как ощущения отлично ощущение отлично да закон вот самое главное что сидеть удобно и сидишь не где-то проваливаешься виду высоко все видно все хорошо это такой один из автомобилей где реально комфортно будешь себя чувствовать где-то в дальних поездках на ну на большие расстояния вчера мы искали автомобиль другу моему у него рост 2 метра и вот мы смотрим а машину по качествам какие-то там технически а где он влазит он здесь под грязь однозначно здесь было бы замечательно ну значит будем предлагать пускай покупает такой автомобиль вот ладно давайте посмотрим еще двигатель подкапотное пространство можно в принципе заглушить его проверки автомобиля у нас здесь нету вот поэтому там слушать до конца не будем итак значит крыло крыло она без съема без съема вот здесь вот какая-то вот я вот если честно не знает а надо разбираться копать дальше в луже смотреть что это такое самое главное безопасность целая то есть honda это такие автомобили не знаю стоит 0 ногой по бамперу подушка у тебя взрывается вот мы еще еще я тоже обратил на это внимание то есть после чирка после чирка да вот как-то вот у крылышко но немного сместилась здесь вот здесь у нас по зазорам вот здесь идет ровный зазор вот он вот здесь ровно 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 и вот здесь она сужается ну опять же при большом желании при большом желании это можно все исправить итак ребят это был honda inbox 2015 год комплектация кастом битый битый по правой стороне делали его здесь меняли двери окрас двух дверей с правой стороны косметический покраска крыла переднего права и заднее правое крыло она подшпаклевана в районе арочки стоимость автомобиля 465 тысяч рублей honda fit gk 3 крузов автомобиль 2016 года выпуска синий цвет туманочки на летней резине без литья повторители бесключевой доступ и это тоже грубо говоря подбитый как вы все любите называть битье битый автомобиль восстановленный в японии где продавец ничего не скрывает 590 тысяч рублей смотрим на аукционный лист и сверяем немного про комплектацию руль обычные пластиковые это не гибрид а и стоп климат-контроль мультимедиа система кнопка старт-стоп туманки ставили здесь зеркала отключение антибукса ксенона нету корректор пар подстаканники японский какой-то радар или стену платных дорог так автомобиль р оценка cb что мы видим по аукционному листу аукционный лист мы пытались пробить но открывается уже платно замена переднего левого крыла покраска передней левой двери покраска задней левой двери покраска порога по левой стороне покраска заднего левого крыла замена крышка багажника есть w1 w2 есть w3 w1 это хорошая качественная покраска которая ну в принципе сложно заметить ее невооруженным глазом w2 это средняя покраска среднего качества w3 это плохая покраска которая требует перекраса начнем с крыла меня на крыло важно смотреть чтобы подкапотное пространство она была целенькая так болты вижу сорваны здесь сорвано швы идут как видите заводские панели там все идет целенькая саму подкапотное пространство для фита для honda автомобиля не ржавый вот здесь присутствуют какие-то мелкие рыжики это это ихняя болячка данных автомобилей крышечку откручиваем смотрим двигатель там просто блестит так замена крыла когда приходит автомобиль с японии бывает где-то идет окрас бывает где-то не идет смотрим здесь родной слой краски аукционному листу передняя левая дверь w1 видите да немного идет завышение буквально там 10 15 20 микрон под о чем говорит w1 то что это хорошая качественная покраска задняя левая дверь идет w2 но у нее идет заниженный слой такое ощущение что эта дверь менялась возможно она именена сейчас мы это посмотрим по порогу тоже идет w2 видим завышенный слой краски присутствует немного шпаклевки вот она ну и покраска покраска крыла так смотрим на болты болтики подсорваны я вот почему-то думаю что это дверь все-таки здесь менялась внутрянка вся целая смотрим что у нас за дверью ребят но это такой беглый осмотр то есть это не проверка автомобиля мы показываем какие автомобили продаются здесь все целое далее аукциону идет замена крышка багажника крыша смотрим крыша целая крышка багажника заводской допуск то есть ее поменяли поставили сюда новую здесь важно обращать внимание на внутреннюю часть на вот эти швы на точную сварку на стойке то есть могло загнуть тогда то что не имею ввиду дверь то что вот здесь тоже у нас будут какие-то вот нюансы далее газик шов в принципе заводской на первый взгляд все нормально по нижней части автомобиля газик видим то что целый опять же опять же нужно будет разбираться пойти пробежимся по левой стороне по и по левой стороне по правой стороне посмотрим соответствует или не соответствует из правая сторона она должна быть вся целая пока все в пределах допустимого мы вам не предлагаем эти автомобили еще раз напоминаю просто показываем мы не занимаемся торговлей автомобилей занимаемся их проверкой правая сторона все целое сиденья таким же образом поднимаются трансформируются и есть комплектация конечно покруче а богаче и так все соответствует замена переднего левого крыла покраска по левой стороне замена крышки багажника автомобиль 2016 года стоимостью 590 тысяч рублей и